Работники Нововятской и городской администрации на аварию в районе станции Поздина отреагировали оперативно. Так, сегодня оценил работу своих коллег Владимир Быков. Глава города рассказал, что уже спустя считанные часы временное жилье жителям одного из пострадавших домов было предоставлено, а в понедельник началась работа по сбору документов для компенсации пострадавшим материального ущерба. Рассказал Владимир Быков и о том, как в ближайшем будущем будет развиваться Киров. О стройках и мегапроектах наш следующий сюжет. Уход от так называемой точечной застройки – приоритет градостроительной политики городской администрации на ближайшие десятилетия, заверил сегодня глава города. Строить новое жилье продолжат комплексно, целыми микрорайонами. По этому принципу уже отстраивается юг города, теми же темпами будет развиваться и запад. Разные по своим масштабам микрорайоны – Чистые пруды, Солнечный берег и Западное Урванцево – объединяет сегодня одно – новый подход к комплексной застройке. Изменяем понимание комплексной застройки. То есть комплексная застройка включает в себя, первое – это жилой дом, второе – это детский, ну, будем говорить, все, что касается социалки. Детский сад, школа, поликлиника, больница, спортивные сооружения. Уже на сегодняшний день строим третий новый детский сад, закладываем и в этом году планируем еще три детских сада заложить, начать строительство. В перспективе новый микрорайон может появиться и на территории поселка Верестяки, современной инфраструктуры и всеми социальными объектами. Там же появится и новая газовая котельная. Кстати, их строительство намечено и на уже застроенных территориях. Так история с регулярными отключениями горячей воды в Радужном из-за ветхости местной котельной вынудила власти строить в районе новую. Появятся газовые котельные и в других районах Кирова. Я неделю назад встречался с представителем руководства тепловой компании «Газпрома», который не просто заверил, что построит вот эту газовую котельную, а у нас с ними складываются взаимоотношения на строительство еще котельных. Это в Талице, это в Верестяки, это в Нововятске. Строить город будут и новые дома для переселенцев из аварийного жилья. В этом году уже будет сдан один из таких домов в Коминтерне. К 15-му году построят еще две многоэтажки. А к 640-летию Кирова в районе набережной Грина, парка Засоры и поселка Вересники должна появиться обширная зона отдыха. Ведутся переговоры с инвестором о строительстве канатной дороги. Есть и другие проекты. Как заверили власти, все они будут вынесены на общественные обсуждения.